Украинская территориальная целостность Несколько месяцев нам говорят, что украинская территориальная целостность важнее нашей собственной. И вот, наконец, похоже, администрация Байдена получает конфликт, которого так давно хотела. Многочисленные источники сообщают, что российские военные скоро могут войти в Восточную Украину. Есть ряд убедительных признаков этого, включая тот факт, что, похоже, российские наземные силы перемещаются с тренировочных полигонов в сборные пункты. По словам представителя Белого дома, ожидается, что русские вот-вот начнут наступление. Они уже давно говорят так, но сейчас это звучит немного по-другому. Согласно политику, Джо Байден сообщил партнерам по НАТО, что наступление может начаться 16 февраля, в среду. Тем временем на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан призвал покинуть Украину немедленно. Мы призываем всех американских граждан на Украине покинуть эту страну немедленно. Мы хотим, чтобы наша позиция была предельно ясна. Всем американцам следует покинуть Украину как можно быстрее, в течение следующих 48 часов. Очевидно, мы не можем предсказать будущее. Мы точно не знаем, что произойдет. Но сейчас риск достаточно высок, и угроза достаточно реальна для соблюдения благоразумия. Итак, в числе американцев, на которых ссылается Джейк Салливан, есть действующие военные и сотрудники разведывательных служб. По сообщениям Fox News, еще несколько дней назад их число достигало 300 человек, включая неопределенное количество бойцов сил специальных операций. Если горячая война действительно начнется, все эти американцы будут в смертельной опасности. Уйдут ли наши войска до того, как начнут стрелять? Мы задали этот вопрос пресс-секретарю Министерства обороны Джону Кёрби. Кёрби ответил, цитата, «На настоящий момент они все еще там». Мы спросили его, когда они оттуда уйдут. Кёрби не ответил. Что бы ни произошло между Россией и Украиной, США будут в центре этого, и это тревожно. Несложно представить, как ситуация может очень быстро ухудшиться в ближайшие дни. Российские военные убивают американских, преднамеренно или нет, и внезапно мы в состоянии войны с Россией. Ядерной державой, чья армия сильнее всех, с кем мы воевали за последние 50 лет вместе взятых. Воевать с Россией и бомбить с дронов Муаммара Каддафи не одно и то же. Такая война может быстро выйти из-под контроля. У нас будут командовать генералы, не справившиеся с талибами, партизанами в сандалиях, которые не пользуются туалетной бумагой. По правде говоря, у нас превосходная армия, чего нельзя сказать о командующих. Это не просто мнение обывателя, это правда. Учитывая этот факт, вы спрашиваете себя, оправдан ли риск такого безумного, действительно безумного позерства Байдена. Мы готовы подумать об этом? Если с Россией стоит воевать, скажите нам, почему? Объясните нам, какую пользу принесет США участие в конфликте в Восточной Европе. Не просто Джо Байдену, который, очевидно, хочет отвлечь внимание от своих внутренних провалов. Но как война с Россией сделает нас сильнее и благополучнее? Это справедливый вопрос, главный вопрос. И пока вы думаете, скажите нам, если Россия так сильно угрожает Европе, почему европейцы обеспокоены гораздо меньше, чем мы? Байден продолжает заявлять, что Путин поглотит Западную Европу, если бездействовать. В Дюссельдорфе будут говорить по-русски. Но если это правда, почему европейцы не стремятся сами защитить себя? Они точно могут себе это позволить. Германия — одна из богатейших стран мира. По многим показателям уровень жизни немцев выше, чем наш. И все же мы 80 лет оплачиваем их защиту. Есть ли для этого основания? Возможно ли, что защита Западной Европы от России — просто предлог? И настоящие цели скрыты от американского общества? Опять же, эти вопросы стоит задать, и затем ожидать четкий и логичный ответ на них. На самом деле это необходимо сделать. Ситуация висит на волоске. Однако в текущий момент это непросто. Скептицизм немедленно порицается как измена. Спросите, нужно ли нам воевать с Россией, и Сиэнон немедленно обвинит вас в работе на Путина. Уж поверьте нам, хотя мы все равно будем спрашивать. Для разумного разговора мы пригласили разумного человека, бывшего конгрессмена от штата Гавайи Тулси Габбард. Большое спасибо, что присоединились к нам. Спасибо. Всегда трудно знать наверняка, во что верить, особенно сейчас, но давайте признаем и поразмышляем. Похоже, мы скоро станем свидетелями конфликта между Россией и Украиной. Как нам на это смотреть? Прежде всего, Байден, президент Байден, мог бы прекратить этот кризис и предотвратить войну с Россией очень простым образом, дав гарантию, что Украина не войдет в НАТО. Потому что если Украина станет членом НАТО, войска США и НАТО окажутся у России на пороге, что, как сформулировал Путин, будет угрожать интересам национальной безопасности его страны. На самом деле, это очень-очень маловероятно, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Так что, почему Джо Байдена, лидеры НАТО, просто не скажут это и гарантируют это? Да. Возникает вопрос, почему мы занимаем такую позицию, если ответ и способ предотвращения войны ясны, как Божий день. И, по-моему, это приводит только к одному заключению. На самом деле, они хотят, чтобы Россия вторглась на Украину. Почему? Во-первых, это даст администрации Байдена железное основание наложить драконовские санкции, что является современным способом осада России и русских людей. И, во-вторых, это гарантирует холодную войну. Оружейные компании – одни из тех, кто выигрывает от войны. Они явно контролируют администрацию Байдена, сторонников войны в обеих партиях в Вашингтоне, которые способствуют напряжению. Если они добьются вторжения России на Украину, опять же, это обеспечивает продолжение холодной войны. Военно-промышленный комплекс зарабатывает намного больше денег, чем на войне с Аль-Каидой или производстве оружия для Аль-Каиды. И кто заплатит за это? Американский народ, украинский народ, российский народ. Это подрывает нашу собственную национальную безопасность. Но военно-промышленный комплекс, который контролирует многих наших политиков, выигрыши и срывает банк. Вы видели это изнутри, как законодатель и военный. Я думаю, ваше мнение заслуживает доверия. Я просто не могу не спросить. Они говорят нам со все возрастающей истерией – Венди Шерман, Джейк Салливан и сам президент – что Западная Европа под угрозой, что у Путина планы на наших союзников в Западной Европе. Почему европейцы не кажутся такими напуганными, как наши лидеры, если это правда? Я думаю, это закономерный вопрос. И никто в администрации Байдена или руководстве НАТО на него не ответил. Похоже, они забыли, что подотчетны американскому народу и должны отвечать перед американцами. И все же им не удалось ответить на этот простой вопрос. Почему мы продолжаем отправлять войска в Европу? Почему они продолжают эскалацию напряжения? Почему они продолжают настаивать на вступлении Украины в НАТО? Хотя, опять же, это вряд ли произойдет когда-нибудь. Если это произойдет, это подорвет нашу национальную безопасность и интересы нашей страны. Здесь нет никакой позитивной стороны. Никто не объяснил, почему американцы должны хотеть, чтобы Украина вступила в НАТО. Может, мы что-то упускаем из виду? Может быть, есть какая-то польза для США от вступления Украины в Альянс? После внимательного изучения этого вопроса, Такер, я не нашла ничего, что политический лидер мог бы использовать как оправдание. Все, что мы слышим, о, мы должны защищать демократию, мы должны защищать демократическую Украину. Но, как ты хорошо знаешь, действующий президент арестовывает политических оппозиционеров, бросает их в тюрьму, запрещает телеканалы, которые критикуют его. Мне тяжело смотреть, как президент Байден или кто-либо говорит с честным лицом, мы защищаем демократию. И причина в том, что наше правительство открыто поддерживает эти авторитарные действия украинского президента по подавлению своих политических оппонентов. И это наводит на мысль. Это очень похоже на некоторые вещи, которые мы видим у нас дома. Я только хотел сказать то же самое. Это какая-то их форма демократии. Толси Габбард, спасибо за одно из самых умных рассуждений, которые я когда-либо слышал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова